Но и о том прорыве, который удалось совершить с телерадиокомпанией Крым. Всему этому медиахолдингу, с трем радиостанциям, с другим телеканалам, пресс-центру. Но подробнее об этом уже расскажет Салия Салямова. Новые стены, студии и даже радиостанции. Телерадиокомпания Крым переступила пятилетний рубеж. 26 сентября 2014 года структура получила официальный статус и старое имущество. Наследство от прежней телекомпании. В виде имущества досталась и такая передвижная телевизионная станция, которая позволяет наглядно продемонстрировать, как телевидение развивалось технически. Она работала до 2015 года, а уже на смену ей после пришли вот такие современные ПТС, которые позволяют транслировать в прямом эфире в качестве с любой точки нашей страны. Этот комплекс уже разваливался. Это были старинные оборудования 80-х годов. Это были убитое здание, которое сыпалось, которое не делался ремонт уже 30 лет. Сегодня это место уже не узнать. Новый фасад, коридоры, стены, окна и даже крыша. Здание облагородили и сделали его не только комфортным, но и безопасным. Однако на этом большая стройка не заканчивается. На очереди радиодом, который скоро обретет вторую жизнь. Вы первые, которые здесь окажетесь. Я покажу, что нам удалось, как его удалось отремонтировать. Пока что пустые, зато практически готовые студии. Меньше чем через три месяца отсюда выйдут в эфир все радиостанции и медиахолдинга. Привет всем и каждому у микрофона Оля Найс. Надо мной прямо сейчас стоит наш шеф-редактор Слованин. Но это все равно не помеха для того, чтобы выйти в эфир позитивно. Дальше поставим Филатова Энтгереса. Послушаем Холзи. Еще раньше это Чейнсмокерс. Вы на море. Сегодня это одно из ведущих музыкальных радио полуострова. Первое морское вышло в эфир четыре года назад. Символично в день военно-морского флота. Начинали тоже с малого. Поначалу, конечно, это была хорошая аппаратура, но более низкого уровня, более низкого класса. Конечно, то, что самое важное, то есть голосовые процессоры, микрофоны, да, это было с самого начала все очень такое серьезное. Но раньше и стол был другой, который, ну, по сути, обычный чуть ли не канцелярский стол. Новый стол, оборудование, а скоро и помещение завоевывать аудиторию становится легче технически, как и новостной редакции телеканала Крым-24. Здравствуйте, мы продолжаем говорить о главных событиях на полуострове. В эфире телеканал Крым-24. Этой студии всего три года. Укомплектована она по последнему слову техники. Четыре камеры, работающие в формате HD, две информационные видеостены, декорации, разработанные крымскими дизайнерами, и 50 осветительных приборов. В данный момент сейчас наблюдать, как наши операторы выстраивают новую студию. Мы готовимся к вечернему большому выпуску, который теперь будет не в 19, а в 20.00. Помимо новой студии, новой декорации у нас появилось новое оформление, новые заставки, новые плашечки для титров. А это уже работы дизайнеров. Сейчас, например, они трудятся над проектом «Таланты». Этот проект, он достаточно интересный, современный, такой творческий. Поэтому здесь, можно сказать, клип снимаем. Сегодня в структуру телерадиокомпании «Крым» входят три радиостанции, два телеканала и новостной сайт. И хоть начинался этот путь с минимальными техническими ресурсами, это не помешало приумножить результат. Главная цель медиасемьи – расти как в техническом, так и в профессиональном плане, чтобы завоевывать ваше внимание и доверие каждый день. Селяна Салямова, Руслан Кохлов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин